Мне моя мама в те годы покупала каблуки. Ребята, оранжевые тени вместо румяна. Да, они... Ты с какой стороны фоткаешься там? С этой? Да, тут и бровка лучше. Показывать не будем, потому что надо будет ставить просто ограничение в 17+. Вот так вот. Привет-привет, добро пожаловать на мой канал, если вы видите меня впервые. Меня зовут Анетта, и сегодня у меня специальный гость, Егор. Привет! Привет всем из Киева, ребят. Это Егор, он профессиональный визажист, стилист, фотограф, в общем, и швец, и жнец, и на дуде, и грец, и очень талантливый человек. Спасибо. И мне не терпится, потому что, ребята, вы всегда видите меня, как я крашусь, рассказываю вам, что покупать, что не покупать. Но, как вы знаете, сапожник часто бывает без сапог, поэтому сегодня, ура, аллилуйя, Анетте будут делать макияж. Честно, я в нетерпении очень этому рада, потому что я очень люблю, когда со мной что-то делают, а у Егора, вот, мне очень нравятся его луки. Прямо обязательно проверьте внизу по ссылке его инстаграм и его ютуб-канал. Егор занялся ютубом. Да. Очень стильные образы и луки, поэтому я понятия не имею, что сегодня Егор будет делать со мной. Ой, ну ладно. Но мне, я абсолютно доверяю тебе, я абсолютно прям вот отдаюсь в твои руки. Да? Да, так что... Мне когда-то немножечко такое, знаешь, трепет внутри, потому что такое вот прекрасное лицо, мне когда-то немножечко... Подписывайтесь на канал Егора, не забывайте. Я вас всех жду. А мы приступаем, и вот из этого получится что-то очень стильное, досматривайте до конца. И что, приступим? Погнали. Да, начинаем, ребята. Что, сегодня будем с тобой делать такой быстрый, но в то же время яркий макияж, чтобы он красиво смотрелся на камеру. У нас будет с тобой плотный тон, у нас будут красивые реснички. Думаю, в качестве акцента мы сделаем с тобой губы. Отлично. У тебя такие губки неистовые, поэтому можно разыграться, так скажем, да? Понятно. Мы начнем с тобой сразу с тона, так как мы уже с тобой подготовили кожу за кадром, поэтому, чтобы не терять время, сразу начнем наносить тон. Ручки у нас помыты, продезинфицированы тоже. Я прям все при мне, все видела, как и есть. Да, да, да. Вот обычно... Да, бьюти-блендер, да, да, да. Ты тоже бьюти-блендером всегда пользуешься. Да, тоже бьюти-блендер. Сейчас проверим, как у нас с тобой подходит ли тон. Используем мы сегодня Estee Lauder Double Wear или Wear? Дабл Wear. Да, да. Обычно я вообще всегда работаю с палитрой, но так как я летел к вам в первой веку, да, я решил не брать с собой палитру. Я тебе могу дать, если он... Потому что у меня обычно все самое очень светлое. Я взяла с собой два тона, с которыми я мешаю. Нет, ты знаешь, он прям идеально тебе подходит. Идеально. Так у нас с тобой еще будет осветляющий консилер. Я немножечко тон предпочитаю на полтора, на 0,5 темнее. Угу, как раз понимаете. И потом консилером, да, я осветляю зоны. Я тоже чувствую. Получается, как-то 3D эффект. Угу. Ты вообще любишь яркий макияж? Да, я очень люблю. Но ты знаешь, у меня такая тема, что я себе очень нравлюсь и без макияжа. И, как ни странно, подписчики мои, вы, дорогие ребята, очень любят меня без макияжа, что, типа, мне лучше без макияжа. Я считаю, что это не комплимент, ребята, когда вы говорите девушке, что вот, ой, ты такая красивая без макияжа, а вот с макияжем ты страшила, там, или что-то, я не знаю. Это не комплимент, потому что себя нужно любить любой, и накрашенный, и не накрашенный. И я очень люблю, я макияж рассматриваю, как, знаешь, творчество. Это вот именно как самовыражение, как, ой, как приятно, как, так сложно говорить, хочется прям сесть и растаять. Ой, это мы сейчас с тобой массажик лица не делали сегодня, Анетта. Ну, ничего, может быть, я когда к тебе приеду в гости, второй раз. А ты не планируешь никуда? Анетта, ты знаешь, пока нет, у меня такой род деятельности, что в Европе вот фотосессии, макияжи, вот ты сама знаешь, кто у вас этим занимается. Слушай, ну, у меня очень много, вот я работаю на съемках, как стилист, например, в последнее время, потому что, ну, у меня уже есть клиентура своя здесь, понятное дело, поэтому попроще чуть-чуть. Очень много кто прилетает из Англии, из США, из Франции, Италии, снимать здесь, потому что, вот именно в Будапеште, потому что здесь дешевле, например, арендовать студию или акварименты. У вас даже есть студии? Да, есть, есть, да, конечно, конечно. Для камеры, я хочу сказать, фото, конечно, это хорошее. У меня очень хорошие подписчики, на самом деле, у меня вот вообще почти нет негатива, да. Вау. Только вот... А у меня его вообще почти нет, Антон говорит, готовься, скоро будет. Ну, как-то, со мной остаются мои люди, знаешь, кто... Одна у нас вайва, одна волна, поэтому у меня такие подписчики, с которыми мы сошлись, а не со мной, а те, кто негатив... Просто я очень к этому спокойно отношусь, в плане, что, ну, не нравится, не смотрите. Да, согласен с тобой. Но, согласись, без хейтеров было бы реально скучно. Да. Так же, как в вашем Будапеште. Да, я считаю, что хейтеры – это самые преданные фанаты. Да. Так и есть, потому что это те, кто следит за каждым шагом. Да, за каждым шагом, и они всё знают. За каждым вдохом, луком. Что тебе делать, что тебе не делать, как тебе жить, и вообще, по чём в Одессе руби-руй. И как там говорится. Пусть, если, знаешь, если человек это радует, меня это не задевает, а если человек это приносит радость, то... Да, да. Расскажи мне, что мы будем делать с бровями. С бровями мы с тобой сделаем, знаешь, такие... Как любит говорить мой друг, соболиные бровки. Такие, знаешь, вверх зачешем, расчешем. Ой, очень-очень интересно. Такие фэшн-брови. Да, фэшн-брови. Потому что у меня... Ну, сам видишь, собственно, всё дорого-богато от природы. Так, нанесём MAC консилер Pro Long. Обожаю этот консилер в оттенке NC15. 15 прям совсем. Потому что когда пользовалась, да, он совсем светлый. Он совсем светлый, мне безумно нравится. И он... Этот консилер нравится абсолютно всем. Вот я когда начинала, наверное, лет 7-8 назад, им пользовалась. И для себя, я помню, у меня был NC30. Смотри, как он тебе подходит прям в камеру. Видишь, так высветляет зону под глазками. И получается такой 3D-эффект. Знаешь, как у Кима. Опа, как у Кима. Попа, как у Кима. Нет, попа мне точно не как у Кима. Ой, ну ладно. Сегодня пришла в таких штанах, девочки. Вы бы видели. Показывать не будем, потому что надо будет ставить просто ограничение в 17+. Вот так вот. На самом деле очень красиво. Так, вот наш тон уже готов. И теперь мы всё... Он будет промораживый покой. Чего? Да, приятно. Да? Я люблю, да. Это просто шалоливый спонжик. И теперь всё это... Что вы, ребята, эти ребята будут называть? Витебендер шалоливый спонжик. Вот видите. Он же так щекочет, твоё личко. И теперь нанесём пудру от нашего любимого бренда, да? Не будем озвучивать. Вот. Но пудра хорошая на самом деле. Какие тебе отношения с Максим? Ты знаешь, я им писал три раза. Вышли тебе посылку пиара. Они не выслали, поэтому я их тебе не напишу. Я, знаешь, тебе дал такое обещание. Вот когда у меня будет 100 тысяч подписчиков на YouTube, и они мне будут писать, а я знаю, что такое будет, я их сразу закину в чумный список. Вот так, да? А может, и не зайти, да? Я подумаю. Посмотрим. Очень тяжело, когда ты начинаешь ютубер, потом начинают сыпаться предложения. Я не ждала, но в прошлой неделе у меня в день приходило вот там по 5-10 предложений о спонсорских видео. И, ребята, я вот ни одному не сказала «да». Это такая вот инсайдерская информация, потому что все предложения мне не нравились. То есть всё, что... Ты мне предлагали рекламировать презервативы? А вот презервативы я бы согласилась с рекламированием полезным. Да. Сексуальное просвещение, почему нет? Смысл рекламировать то, что, например, в то, что я сама не верю, или с чем не согласна. И это, мне кажется, важно сохранить вот это integrity и свою целостность. Ой, ну вот это вот английский я вообще не понимаю, давай по-русски. Нет. Вот у меня злятся иногда, когда я не могу что-то вспомнить. И я злюсь. Но мне безумно нравятся твои видео, вот где ты в секунде покупаешь вещи. Да. Да, вот именно когда ты ходишь и ищешь. Вот это вот мне безумно нравится. Безумно нравится. Вот, потому что я сам обожаю секонд-хенд. Да. Да. Ну, у меня, наверное, процентов 90. Всё из секонд-хенда. Да, 90 процентов. Вот у нас в Киеве это очень развито. Ты не была в Киеве. Я была один раз в Киеве. О, тебе бы понравилось. Вот меня тоже все зовут, надо будет это делать. Очень бы тебе понравилось. Ты бы там залезла на, не знаю, на полгода и не вызвала бы. Я сейчас не шучу, это действительно так. Что мы делаем дальше? Дальше мы с тобой сейчас проработаем немножечко складку века. Так, чисто, чуть-чуть. Чуть-чуть. Добавим немножечко теплоты. Вот таким вот оттеночком. Чтобы просто немножко оттенить. Хотя у тебя так очень хорошее веко. Я вообще тебя не трогал бы даже. Да? Да, ну, знаешь, надо. Что у тебя за палетка? Палетка, это мне писали на обзор. Слейк, с Медикс, это лакшер бренд. С Парижа прямо. Вот знаешь, вот многие смотрят инстаграм мой. И думают, что я какая-то скотина. Почему? Я не знаю, говорят, что я какой-то очень сильно пах. Но на самом деле мне кажется, ну как ты думаешь? Нет, нет. Не думаю, что это полгода. Ты просто яркий. Из этого такое складывается впечатление. Ты знаешь, у меня, вот что я поняла, когда... У меня тоже достаточно часто первое впечатление такое отталкивающее, потому что когда вот яркая вот эта персональность и индивидуальность, то это может быть... По-английски есть очень точное выражение «обнокшис». И как мне подписчики помогли перевести, это такое бесячее. Но на самом деле это не черта характера, а просто восприятие человека лично и самовыражение вот такой вот роли. Но на самом деле вот инстаграм действительно очень обманчивый. Это, естественно, и ютюб у некоторых ютюберов такой обманчивый. Знаешь, я сам иногда сталкиваюсь... Ну, да, ну я живу в Киеве, даже знаю, что очень много ютюберов. И так как я, ну человек тоже творческий, я могу что-нибудь предложить блогеру, тот же самый макияж, ту же самую съемку. И когда я прихожу на личную встречу, понимаю, что это действительно не тот человек совершенно, который является у себя в инстаграме и в ютюбе. То есть много кто, ты говоришь, что не так, как на этом канале, в жизни ведут себя по-другому. Да, да, да. У меня есть таких примеров, ну, к сожалению, наверное, ну вот если я знаком, там, например, 10 блогеров, 8 из них совершенно разочарование. Да это что, совершенно, это очень большой процент. Прям разочарование. Разочарование я даже отписался. Ого. Слушай, ты прям будешь у меня... Есть такое ощущение, что ты будешь таким достаточно скандальным блогером. Я не знаю, понимаешь, не знаю, но я считаю, что нужно говорить правду. Зачем обманывать людей? Понимаешь, просто очень обидно читать комментарии подписчиков, знаешь, и думать, они реально на этого человека надеются, как-то там, знаешь, я хочу от тебя детей пишут. Ну, такое, понимаешь, до абсурда доходит. А на самом деле этот человек такой, что вы даже не представляете, что он, ну, как бы, что он делает в жизни. Я недавно встретила подписчицу. Будапешки? Да, да. Меня узнала подписчица, да. Такая красивая молодая девушка. И вот меня прям несколько раз уже узнавали. Я фотографией занимаюсь очень раннего возраста, вот с очень раннего, если так сказать, можно сказать, если честно, и всю жизнь. Но всю жизнь это было неосознанно. Да, я серьезно тебе говорю, что я даже в детстве, закрывай глазки, когда, знаешь, детки на строю синая ферма в зоопарке едут смотреть на животных, то Егор ехал с фотоаппаратом пленочным, это не шутки, и фотографировал всех этих животных, понимаешь? И у меня даже есть до сих пор пленка. Вот у меня так было с одеждой, с перевоплощениями всеми, потому что я вот сколько себя помню, во-первых, с малого-малого возраста, там, ребенку еще когда, несколько лет, там, надеваю вот колготки, вот эти с платьем, я буду ей так, вот эти колготки с этим платьем нехорошо, я так не надела. А потом уже... сразу просыпается это, да, стилистическая нотка. Да, да, да. А потом, вроде кажется, что ребенку, вот если бы мой ребенок так сказал, да носи ты кидаю, не выпендривай себе. Ну да, да, да. Но мне вот именно родители поощряли это вот, моё творческое начинание. я тебе скажу больше. Мне моя мама в три года покупала каблуки детские. Я бегал по дому в каблуках и в платьях. Есть детские каблуки даже такие? Ну, я не знаю, были они-то на тот момент детские или не детские, я мог залезть в любые, знаешь? Но тот факт, что они у меня были, я думал, что они детские. Это факт остаётся таким фактом. Поэтому, когда мне люди пишут, знаешь, да ты специально для видео, ты не знаешь уже, тебе некого красить, тебе что? Когда я делал, мы, конечно, себе, мне сейчас, тебе что, некого красить, нет клиента, типа, перестроился на себя. я думаю, алё, ребята, вообще-то у меня это, ну, как бы, мое призвание, мне с детства это нравится. Ну, ничего, будь собой, это главное. Да, согласен с тобой. Так, ну что, начнём подклеивать реснички, да, самое главное. Ой, а клеить такой голубой? Ну, белый, но он засыхает прозрачный. Прозрачный, да. И он нормально потом снимается, главное, что без своих ресниц. Да, закрывай глазки. У меня любимый клей на латексной основе Ателье, но он, конечно, когда снимается, это просто полный клей. Он снимается, знаешь, этот клей, который Ателье на латексе, он снимается такими как курками, знаешь, реально как латекс, и он, получается, на ресницах остаётся, его потом только сдирать. Ресницы у нас сегодня будут яркие, поэтому не пугайся, такие кукольные, как я люблю. Смотрите, у тебя глаз большой, можно и подклеить. Вот. Ты уже открыла? Посиди немножко. Нет, правильно. А как ты относится к макияжу на парнях? Вот лично ты. Не знаю, они же ещё новую некие делают, какая разница. А даже если и им, то что? Ну, не знаю, какая разница. Тебе бы не понравилось смотреть на такое видео? Нет, главное, чтобы не на моём этом лице, а себе делать, что хотят. Ну, как они тебе идут? Подписчики напишут, наверное, бурёнка. Понимаешь? Ну, зачем ты идею подаешь? Ну, потому что обычно всегда так начинают, типа, ну, такое вот мне, ну, мне безумно нравится. Понимаешь? Давайте свою, да? Давай. А всё равно кистью покрасим. У тебя она хорошая? Угу. будут ваши наклеенные. Поэтому я сначала клею ленту, а потом просто вместе их вот так вот подклеиваю. Угу. у меня они заяны, вот такой вот кисточкой. Поэтому я вообще не плачу. Да? Смотри сейчас вниз. Да. Я теперь беру твои реснички просто вот так вверху их подклеиваю. Угу. Угу. Сегодня реально big, very big volume lashes. Отлично. А на камере хоть видно? Ребята, видно вам? Да, видно. Так, нанесём с тобой обязательно сейчас скульптор. Угу. Как это мы без кулок, да? Да. Какой это способ? О! Так, это Антон брал, понимаешь, не закрепит. У меня скульптор от Inglot в оттенке 509. Угу. Вот такой. Подходит всем, холоденький такой. Угу. И кисточка из козочки, на мой взгляд. Я, кстати, нос вообще никогда на ком-то не люблю. Да? Угу. Не любишь? Нет, просто, не знаю, нет. Нос как нос. Нет, сон. Да. Даже всегда, даже если ко мне приходят девочки после линопластики, всё равно просят им заузить нос. Да. Угу. Какие-то же комплексы, ну что ли. Вот кисточка мягкая, приятная. Угу. Да. Там не такая же. А, да? Да. Понятно. Так, и немножко спонжичком прибьём. Угу. А ты любишь румяшки? Да. Да, люблю. У меня без румяна. У меня бывает такое, что я хайлайтер могу не наносить, потому что я спокойно к хайлайтеру, а вот без румяна, вот, контур и контур и контуры румяна обязательно. Они безусловно очень освежают, я тоже люблю румяшки. Какие тебе, ну, ты знаешь, я наношу просто тени. Тени? Угу. Розовые такие. Вот эти яркие такие. Да, я их просто набираю очень немножечко. Тоже можно закрепиться такими вот. Смотри, как прикольно получается. Пока не вижу. Так, оранжевые тени. Ребята, оранжевые тени вместо румяна. Да, они получаются и как бронзер, и как румяшки получаются. Ты такая, дашь ким немножечко. Потому что ты лучше. Поэтому немножечко. Не, ну, не похоже, но стиль макияжа примерно вот, да, что-то такое. Когда наносишь румяна, в процессе кажется, что, о боже, они такие яркие, знаешь, типа, перебор. Но, когда ты сидишь и наносишь хайлайтер, потом губы, они как будто вообще куда-то исчезают. Да. Нанесем хайлайтера. Нереальный хайлайтер. Просто. У меня его, полюбили просто все. И клиенты, и визажисты. Это очень дешевые хайлайтеры. Робби Роуз. Я слышала, мне часто пишут про то, что сделай обзор косметики Робби Роуз. Да. А я не знаю, где ее достать. У вас не продается. Вот такой вот Будапешт село. Даже Робби Роуз не завозят, понимаешь? Так везде, куда не жалко. Робби Роуз вообще никуда не жалко. Можно вести на все лицо. И знаешь, просто на съемках бывает такое, что характера надо очень много. На ключице, на декольте, на ноги, на плечи, на груди. В общем, кто куда наносит, кто куда хочет. У меня даже, представляешь, у подруги был такой случай, что ей позвонили и попросили сделать макияж того самого. Да? Хуха? А? Хуха? Нет, женской. Ну, да. Да, представляешь? Я сейчас не шучу. Она говорит, вы что, мои кисти дорогущие? Я их не для каких-то там пись покупала, понимаешь? Я сейчас не шучу, я вообще, если честно, выпал. Да, это правда, это у нас в Украине люди сходят с ума по-своему. Интересно. Так, зачешем бровки прозрачным гелем, да? Наверное, их даже не будем подкрашивать. Или ты их подкрашаешь? Не знаю, я тебе доверю, как тебе кажется, что мне шучу, но так и сделаем. А ты любишь фиграфичные брови или естественные? Естественные. Естественные? Тогда мы тебе тенюшками сейчас их немножечко... Вот я обычно теняю. Да, немножечко прорисуем. А каким цветом ты обычно тебе рисуешь бровки? Темным или каким-то коричневым? Посветлее, чем мой натуральный цвет. Вообще, я покупаю средства для блондинок, чтобы сбалансировать мой чернушный цвет натуральных волос, ну, волосиных бровей. Я покупаю вот именно для блондинок или light brown, что-то такое. Потому что вот тебе хорошо, потому что вот у тебя очень светлые волосы, да, когда темнее брови, это классно. когда темные волосы лучше, вот для меня, по крайней мере, чтобы брови вылить чуть-чуть. Да, мне тоже, так кажется, это более гармонично. И сделаем с тобой губы. Да. Какие ты хочешь губы? Расскажи. Не знаю, я взяла вот с собой миниатюрки, такие, колокопики. Да. У меня на самом деле гармонирует вот этот вот оттенок. Да, просто идеально. Да? Просто идеально. Ты уже наносила когда-то на своих губах? Да. И как тебе? Ну, вот они мне все нравятся. Все нравятся. Да, это ультра сатин, я помню. Да, это ультра сатин. Они очень такие мягкие, стойкие, но не сушки. очень красивые получаются. Я обожаю вот такие вот макияжи с таким акцентом на губы. Потом, знаешь, губы не такие, типа, вырви глаз, а именно вот темные, но сдержанный цвет. Ты вообще любишь коллаборации? Угу. Ну, мало кто сюда приезжает, поэтому... Ким, ну просто Ким, лекарный выбирай. Ты с какой стороны фоткаешься там? С этой? Угу. Да, тут и бровка лучше. Так, ну что, это все? Да, нет, давай еще с тобой, знаешь, заверши наш макияж. Не терпится, не терпится, не терпится смотреть. Все, отлично, прекрасно. Ну, вроде все сделали. Все сделали, можно смотреть? Да, надо немножко укладочки добавить. Давай. Такой вот. Я обожаю вот такие вот кудри, локоны. о, знаешь, после хорошего вечернего променада. Променада, вот именно то, что нужно. Все, Анетта, бери наше золотое зеркало, babyliss, да, это не реклама. О, ааа, смотри о цветах. Я прям куколка. Чтобы там просто... Да, мне очень нравится. Это реально как кукла-брат, знаешь? Да. Саша или как я? Слушай, мне просто вот я себе, потому что как я привыкла, я себе по одному макияж делала, мне очень нравится, как ты сделал контур губ. Да? Угу. Спасибо, я очень рад. Надеюсь, ребята, вам понравилось. Но вы же не забывайте, что макияж у нас яркий сегодня, потому что нюд показывать это будет скучно. Но я бы не сказал, что у нас прям такой яркий, прияркий, это как бы нюд с акцентом на губы, я так считаю. Да, и с ресницами. Мне очень нравится, мне очень нравится прям как-то губы и... Ресницы и яркие губы это прям твоё. Что думаете, ребята, обязательно напишите в комментариях. Не забывайте подписаться на канал и на инстаграме Егора внизу. Все ссылочки проверяйте. Так что, Егор, спасибо тебе большое за мое лицо. И тебе спасибо, обращайся, Аннетта, вылучши вас. Дайте знать, что вы думаете по поводу макияжа. Надеюсь, было полезно все маленькие секретики от Егора. И на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, Аннетта, что доверила мне свое прекрасное личико. Надеюсь, не пожалела. Нет, не пожалела, надеюсь, не последний раз. Не последний. Вот. Все, ребята. Всем спасибо. Я вас очень люблю. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока. Поэтому я не понимаю таких людей, которые, знаешь, типа, вот так вот ходят, знаешь, чтобы их подписчики не увидели. Вот, собственно, ходят тут, понимаете? Ну, хоряй уже пиарится. Хоряй. Уже жарко, Антон. Пиаржи, где жарко? Внутри. Изнутри. Здесь жарко? Да. Ты ведь жарко? Да. Ты ведь жарко? Вот, посмотрите. Вот, посмотрите.